Четыре года колонии за полтора миллиона бюджетных рублей суд Ненисского округа оставил без изменений приговор гендиректору стройтехинвест. Несостоявшийся полет саратовские авиалинии затягивают возврат денег своим пассажирам за отмененные рейсы. Что делать и куда обращаться? Семь человек на одно депутатское место. Избирком завершил процедуру выдвижения кандидатов и партий, за кого будем голосовать. Необычный подарок. Местный предприниматель благоустроит в поселке Искательск вверх геологов и не возьмет за это ни копейки. Первый раз в 10 класс. Школы региона продолжают набор потенциальных учеников. Какой выбрать профиль? Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Пришло время подвести итоги четверга. В студии Олег Катанзейский. Новости начинаются. Суд Ненисского округа оставил без изменений приговор в отношении гендиректора компании стройтехинвест Виктора Ковальчука. Его обвинили в хищении бюджетных средств в размере полутора миллиона рублей и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Напомню, по версии следствия, Ковальчук и его сообщник в 2014 году разработали преступный план хищения денежных средств. Они решили принять участие в конкурсе предоставления субсидий на возмещение части затрат для уплаты авансового платежа при заключении договора лизинга. Зная, что право на участие имеют лишь юрлицы, работающие на территории округа, злоумышленники изменили регистрацию своей компании с Архангельска на Нарейнмар. Затем направили в Управление экономического развития заявку, а также ряд фиктивных документов. Члены конкурсной комиссии единогласно признали победителем общества стройтехинвест. После чего на счет компании была переведена субсидия в размере полтора миллиона рублей. Бюджетными средствами преступники распорядились по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. Какие-либо производственные работы на территории региона юридическим лицом не проводились. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заявила, что не может вернуть денежные средства клиентам в установленный срок. Объем обрабатываемых заявок колоссален, говорится в сообщении, размещенном на сайте перевозчика. При этом в нем не указывается, до какого срока деньги должны быть возвращены клиентам. В авиакомпании уточнили, что все претензии и заявления на возврат денежных средств обрабатываются в порядке очередности. По состоянию на 20 июня «Саратовские авиалинии» вернуло своим пассажирам почти 190 миллионов рублей за приобретенные ранее билеты после прекращения кампании полетов. Как ранее сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области, свыше тысячи претензий поступило от граждан в адрес компании. Также обработано более 900 телефонных обращений о возврате билетов. На 10 июля ведомство подготовило 16 исковых заявлений в защиту нарушенных прав конкретных потребителей. Для тех, кто хочет вернуть деньги за неиспользованные билеты, авиакомпания рекомендует обратиться непосредственно к ним. Адрес и телефон вы видите на своих экранах. Город Саратов, улица Жуковского, 25, контактный телефон и факс для пассажиров. Код города 8452, телефон 260070. На одно депутатское кресло окружного собрания нового созыва в среднем претендует 7 человек. Об этом сегодня заявили в избирательной комиссии. На днях там завершилась процедура выдвижения партий и кандидатов на предстоящие выборы, которые состоятся 9 сентября. За места в региональном парламенте поборются 9 политических партий и 11 самовыдвиженцев. По окружным выборам выдвинули в списки 9 политических партий. Из них 5 партий это Коммунистическая партия Российской Федерации, Либеральная демократическая партия Российской Федерации, Справедливая Россия, Единая Россия и Партия Родина. Они представили свои списки партий по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам. Списки, конечно, все разные. У кого-то список больше, там 13-16 человек. Есть списки по максимальной количеству, 27 человек. Ну и, соответственно, по одномандатным избирательным округам выдвигали партии, начиная от одного кандидата в одном округе и заканчивая всеми 8 одномандатными избирательными округами. Теперь сторонникам партии предстоит собрать подписи от населения в поддержку своего выдвижения. Данные процедуры освобождены те партии, которые уже представлены либо в региональном собрании депутатов, либо в Государственной Думе. Среди прочих – Единая Россия, ЛДПР, КПРФ и Родина. На самовыдвиженцев и одномандатников такая практика не распространяется. В адрес избирательной комиссии ННО поступили документы, комплекты документов от следующих партий. Это партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы природы и пенсионеров и против насилия над животными. Следующая партия – это коммунистическая партия коммуниста России, партия Великое Отечество. И самая последняя к нам пришла партия – это партия социальных реформ, прибыль от природных ресурсов народу. Вот этим четырем партиям они выдвинули свои списки по единому округу и по одномандатным избирательным округам. За исключением коммунистической партии «Коммунисты России» они выдвинули свой список только лишь по единому избирательному округу. Вот этим четырем партиям их списки заверены. Соответственно, им сейчас предстоит собрать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Напомню, что для поддержки выдвижения любой из этих политических партий необходимо собрать не менее 170 подписей для того, чтобы быть зарегистрированы на выборах депутатов окружного сохранения. Документы на выдвижение в местный избирком предоставили и кандидаты в депутаты Архангельского областного собрания от Ненинского округа. В списке пять человек открыл процедуру председатель СПК «Восход» Михаил Уткин, справедливорос из села Ома первым сдал заявление. Далее идет член партии «Родина» Андрей Ружников, а в минувший понедельник о своем намерении баллотироваться заявили начальник отдела по связям с общественностью Ненинской ТРК Кирилл Фролов в партии ЛДПР и председатель СПК «Рыболовецкий колхоз Заполярье» Михаил Кисляков выдвинут «Единой России». Завершил процедуру Алексей Конюков. Он работает ведущим специалистом в Ненинском информационно-аналитическом центре. Мужчина является сторонником КПРФ. Напомню, выборы в Архангельское областное собрание состоятся в день единого голосования, то есть 9 сентября. Хорошая новость для жителей поселка Искателей. Там в ближайшее время благоустроят сквер геологов. При этом работы выполнят не на бюджетные деньги местной администрации. Привести в порядок территорию намерен один из индивидуальных предпринимателей абсолютно бесплатно. С предприимчивым бизнесменом познакомилась Ирина Нижалова. Для Рамзана Сагаева это далеко не единственный опыт благоустройства территорий на добровольных началах. Ранее он обратился в мэрию Наринмара с предложением отремонтировать памятник «Буровая вышка» в Хариверской экспедиции. И вот новое предложение – бесплатно выполнить работы в сквере геологов. Те, которые трудятся на территории округа, пускай это будет примером, чтобы каждый вносил в свою лепту какое-то добро. Так как мы здесь живем, мы здесь находимся, я думаю, что было бы это благое дело для каждого. В местной администрации инициативу Рамзана Сагаева поддержали. Тем более, что строительная компания успела себя зарекомендовать. И охотно откликается на обращение жителей поселка и руководителей учреждений выполнить небольшие работы по благоустройству дворов. В рамках закона о муниципально-частном партнерстве стороны заключили соглашение о сотрудничестве. До 1 сентября индивидуальному предпринимателю предстоит облагородить площадку вокруг закладных камней и сделать подход к буровому станку. Ирина Нижалова, Вадим Стасюк, телеканал «Север», поселок Искателей. Северная транспортная компания возобновила онлайн бронирование и продажу билетов. Как мы уже сообщали ранее в одном из выпусков новостей, онлайн-касса работает на официальном сайте Заполярного района адрес stknao.ru. В настоящее время забронировать и купить билет можно в часы работы диспетчера, то есть с 7 утра до 19 вечера по будням. Как сообщает пресс-служба, расписание движения судов составлено с учетом пожеланий жителей Нижнепечорья. Так, введен дополнительный вечерний рейс в деревню Макарова. Впервые суда СТК стали ходить по этому маршруту в августе прошлого года. Рейс Наринмар-Тошвиско-Наринмар теперь выполняется по субботам. Также включен в расписание маршрут до деревни Каменка, введенный в августе прошлого года. Этим летом СТК ввела маршрут до Коткина, он проходит через Щелина и Пылемец. Пока рейс выполняется два раза в месяц. По информации пресс-службы района, на ряде направлений снижена стоимость билетов. Например, проезд из Наринмара до Андиго подешевел на 115 рублей и составил 750. На 85 рублей снизилась цена билета и на маршруте Наринмар-Великовисочная и составляет 1830 рублей. Для трех категорий пассажиров СТК по-прежнему действует спецстарей в 50% стоимости от стоимости билета. Он предусмотрен для детей в возрасте до 18 лет включительно, студентов, очные формы обучения в возрасте до 23, а также для пенсионеров. За последние полгода обладателями регионального материнского капитала в Ненинском округе стала 61 семья, в которой родился третий или последующий ребенок. Общая сумма выданных за шесть месяцев сертификатов составляет 20 миллионов рублей. В целом за первое полугодие материнским капиталом распорядились более 120 семей. Большая часть из них потратили средства господдержки на приобретение техники. Еще 27 семей направили маткапитал на решение жилищных вопросов в 27 человек. Сумма поддержки – порядка 9 миллионов рублей. В том числе две семьи воспользовались новой возможностью приобретения жилья за пределами округа. На получение образования ребенком часть маткапитала затратила всего одна семья. Еще 48 воспользовались правом на получение единовременной выплаты в размере 30 тысяч рублей. Добавлю, с начала действия программы с 2011 года регион выдал порядка 1300 сертификатов. Своё право на данный вид господдержки за счет средств бюджета уже полностью реализовали 695 матерей. Напомню, размер окружного материнского капитала, который выплачивается при рождении или усыновлении третьего, и последующих детей – один из самых больших в стране и составляет 366 тысяч рублей. На минувшей сессии собрания депутатов принята новая инициатива, внесенная в Рио губернатором Александром Цибульским, которая дает дополнительные возможности расходования маткапитала. В частности, на получение ребенком или детьми платной медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и реабилитации, компенсацию затрат на проведение текущего ремонта жилого помещения, находящегося не только в собственности членов семьи, но и в пользовании по договору социального найма. Другим новостям. В Наринмаре планируют реконструировать обелиск Победы. Для этого потребуется порядка 4 миллионов рублей. На средства заменят облицовку и обновят звезду. В последний раз памятный знак ремонтировали в декабре 2014 года. Тогда у обелиска также поменяли облицовку и сделали капитальный ремонт подиума. В апреле 2015, накануне 70-й годовщины Великой Победы, обновили звезду и газогрелочное устройство вечного огня. Как пояснил начальник городского управления ЖКХ и строительства Александр Черноусов, на сегодня часть мраморной облицовки утраченной, чтобы привести внешний вид объекта в порядок, необходимо менять весь материал. Согласно смете, составленной управлением, на реконструкцию потребуется 3 миллиона 700 тысяч рублей. Работы по ремонту планируются выполнить к 2020 году, когда будет отмечаться 75-я годовщина Великой Победы. Отходы деревообработки как материал для творчества. В Наринмаре в эти дни работает сборная тайбалы. В стиле лент-арт мастера создают деревянные скульптуры животных. Их далее установят вдоль большой пустозерской тропы. Всего объектов будет 7, и одна из них, лось, уже поселилась на территории Пустозерска. За процессом изготовления скульптур наблюдала наша съемочная группа. Вот этот кусок дерева, так называемый горбыль, обычно никак не используют, просто выбрасывают. Но креативные ребята нашли ему более достойное применение и изготавливают вот такие арт-объекты. Арт-объекты из природных материалов – отличительная особенность современного искусства ленд-арт. Для нашего региона это направление достаточно новое, но широко известное за его пределами. Одним из первых с экологическим искусством нас знакомит сборная тайбалы. Команда единомышленников образовалась в 2012 году. Год спустя ребята начали путешествовать по миру, оставляя после себя неповторимый след, доказывая – искусство может гармонично вписываться в окружающую среду. В Кенозерский национальный парк, там два больших у нас проекта. Потом мы много работали в Северной Норвегии, это город Киркинес, это город Мушен, это город Вардио. Работали совсем недавно на фестивале «Дикая мята», один из самых крупных фестивалей в России, это Тульская область. Есть наш след и в Сочи на фестивале молодежи студентов, всемирном фестивале в Олимпийском парке. В Хантамансийске Александр Менухов, наш главный художник, расписывал стены, в Польше он работал и так далее. В апреле мы в качестве участников арт-резиденции с Александром раскрашивали стены древней деревни итальянской на острове Сицилии, Джамплиери, Супериори. То есть, то был стрит-арт, искусство на улицах, мы там расписывали стены. Творчество северодлинских мастеров заинтересовало Сергея Уварова. Председатель регионального общества краеведов предложил ребятам поучаствовать в создании арт-объектов для Большой Пустозерской тропы. Это экологический маршрут, протяженность которого около 10 километров. Мы считаем, что это будет очень интересный маршрут для всех тех, кто любит природу, для тех, кто любит историю. Мы на этом маршруте хотим отразить все интересные природные объекты, природные ландшафты. Реализация этого проекта осуществляется на средства президентского гранта и при финансовой поддержке загруженного бюджета. По замыслу разработчиков проекта, все это позволит развивать туризм в регионе. Создание этих арт-объектов – это только самое-самое начало. Перед этим у нас были ребята из экоцентра-заповедника из Москвы, которые приезжали, ездили на территорию, там жили 4 дня. Они делают концепцию развития вот этой тропы, то есть делают ее логичной, чтобы были места стоянки, где расставить необходимые арт-объекты. То есть вот эту информацию они обрабатывают и делают ее целиковой, для того, чтобы человек, который посещает эту тропу, он был со всех сторон, как бы чувствовал себя защищенным, со всех сторон он получил максимум той информации, которая на ней находится. Первые два арт-объекта «Лоси-медведь» для большой пустозерской тропы почти готовы. В творческом процессе задействованы волонтеры из округа. Ребята выполняют посильную работу. И они нам помогают. И таким образом мы приобщаем их вот к этому процессу, для того, чтобы, может быть, среди них появились те юные ребята, которые в будущем станут мастерами, которые живут вот именно здесь, в Наринмаре, в Ненецком автономном округе, которые будут создавать какие-то, может быть, истории в будущем уже у нас в городе или в округе вообще в целом. Всего планируется создать семь деревянных скульптур. По данным музея-заповедника, пустозерск, тропа вместе с композициями, которые установят по пути следования, не нарушит ландшафт местности. В целом объект будет демонстрировать культурное и природное наследие жителям и гостям Ненецкого округа. На данный момент самое сложное – это успеть вовремя, потому что как-то так получилось, что на этот сезон у нас очень много работы и мы всегда имеем меньше времени, чем это ни было. Это каждый раз по-разному, то есть в чем интерес этой работы. Ну, не бывает одинаковых проектов никогда. Поэтому каждый раз по-новому, каждый раз по-разному. Здесь, например, мы построим скульптуры из Горбыля в Наринмаре, но потом мы их понтоном будем отправлять на место бывшего пустозерска и на месте устанавливать. Если погода будет нам боговолить, все будет быстро и без шума и пыли. Если подует неправильный ветер, то будет опять какой-то вызов, опять какие-то приключения. Увидеть результат творчества северодвинских мастеров все желающие смогут уже в конце следующей недели в Пустозерске, ориентировочно 13 июля. Мы будем следить за развитием событий. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В регионе тем временем продолжается кампания по вакцинации северных оленей против сибирской язвы, сообщает информагентство НАО-24. Рогатых животных уже привили в шести хозяйствах округа «Рассвет Севера», «Индига», «Путильича», «Харп», «Нарианаты» и «Заполярия». В настоящее время ветеринары продолжают работать в СПК «Ижемский оленевод ИКО», «ЕРФ», а также в СПК «Красный октябрь». По словам специалистов, ряд хозяйств практикуют так называемую дробную вакцинацию, поэтому часть поголовья будет привита только осенью. Всего же в рамках кампании в нынешнем году от опасной болезни вакцинируют 121 тысячу оленей. Особое внимание уделят кочевникам-единоличникам, которые выпасают свои стадо на территории трех субъектов, в том числе на Ямале, где в 2016 году произошел массовый падеж рогатых животных от сибирской язвы. Сначала обработка оленей начнется в районе поселка Усть-Кара. После этого в начале августа на вертолете работник ветстанции будет доставлен в семейно-родовую общину ЯМТО. По данным профильного ведомства, в хозяйстве самая крупная стада – более 20 тысяч северных оленей. Школа Ненинского округа продолжает набор в старшие классы. По данным профильного департамента, 45% выпускников текущего года сделали выбор в пользу школы. Остальные планируют поступить или уже поступили в среднеучебные заведения региона. Специалисты отмечают, при наличии желания выпускников девятых классов продолжить обучение в сельских школах, в частности, в Великовисочном, Красном, Неси, Нижней Пёше, Оксино, Оми и Харуте, будет рассмотрен вопрос об открытии десятых классов в этих населенных пунктах. В ином случае сельским ребятам предоставляется право поступить в любую школу Нриенмара, либо поселка Искателей. Обучение в образовательных учреждениях будет проходить по шести профилям. Кроме того, в Ненинской школе имени Пырерки открыт универсальный класс. Так, физико-математическое направление предусмотрено для старшеклассников первой городской и искательской школ, социально-гуманитарный профиль во второй, четвертой и искательской школах. Выбирая школу номер три, десятиклассники попадут в социально-правовой класс, а в школе номер четыре традиционно будут открыты естественно-научные и инженерно-технические классы. Как отметили в региональной администрации, большинство ребят уже определились со школой и профилем обучения. В целом, формирование классов продолжится до сентября, с учетом того, что до середины августа продлится и приемная кампания в учреждениях среднего профобразования. Упускники в течение лета могут поменять свое решение. Что касается СУЗов, то 1 сентября за парты сядут 250 первокурсников-бюджетников. За счет окружной казны с этого года начнут готовить специалистов по десяти востребованным на рынке труда профессиям. Восемь из них абсолютно новые. И в завершении выпуска заработать личные деньги на карманные расходы во время летних каникул местным школьникам и студентам предлагает ТОС «Старый аэропорт». Это первый в Наринмаре пример, когда работу подросткам готовы предоставить территориальное общественное самоуправление. Его активисты сообщили, каждый ребенок будет устроен по срочному договору, а соответствующая запись появится в тодовой книжке. В течение месяца юным сотрудникам ТОСа предстоит заниматься благоустройством микрорайона «Старый аэропорт» среди обязанностей уборка мусора, покраска различных конструкций и многое другое. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире.